Продолжение следует... Потому что когда наступит его второе пришествие на землю, все люди также по дару Христову приобретут вечную жизнь в телах. И в этом царстве уже не будет увечных, больных, слепых, плохо видящих. Не будут люди заблуждаться и не будут делать друг другу зло. А зло окажется навечно изолировано из царства праведников и не мрачит радость ни одного человека, который попадет в это царство. По сравнению с этим, жизнь даже в самом прекрасном благополучном государстве, самом справедливом, она не сравнится с тем даром, который даровал нам царь царей, Господь наш Иисус Христос. И предвкушая эту радость сегодня, воспоминая события воскресения Христова, давайте принесем эту благую весть и тем людям, которые находятся рядом с нами, но не испытывают эту радость. Они, может быть, нуждаются материально, может быть, они страдают от болезни, находятся в больнице, может быть, они находятся в изгнании, а города их или села разорены во время войны. Давайте этим людям принесем радость пасхальную, посетим их, поддержим словом утешения, сделаем им посильную помощь, какую-то частичку пасхальной радости мы принесем в их дома, в их семьи. Еще раз от всей души вас поздравляю с праздником воскресения Христова, и пусть эта радость селится сегодня по возможности в каждый дом и в каждую семью. Христос воскресе!